Вице-премар столицы Виктор Кирондо Вице-премар столицы Виктор Кирондо 18 населенных пунктов страны остались без электричества из-за сильного ветра и грозовых дождей. Во многих местах были оборваны линии электропередачи из-за поваленных деревьев и обломившихся веток. Стихия разбушевалась и на левом берегу Днестра, в Террасполе и Бендерах. Ливни превратили улицы в настоящие озера. Некоторые домовладения были затоплены. Из-за сильного ветра и молнии прошлой ночью 13 сел в Страшенском, Криулянском, Аргеевском и Булканежском районах остались без света. Гроза, разразившаяся посреди ночи в Камрате, напугала многих жителей. На видеозаписях камер наблюдения видно, что из-за молнии, осветившей все небо и грома, сработала сигнализация автомобилей, припаркованных на автостоянке. В то же время дождь не привел к разрушительным последствиям в регионе. В Бендерах и Террасполе из-за проливных дождей начались наводнения. На видеокадрах, появившихся в интернете, видно, как машины на улицах наполовину погрузились в воду. По информации пользователей соцсетей, в Террасполе затоплены многие домохозяйства. Вот это въезд. Но сюда не приедут, пока не разберутся с квартирами. Очень много заявок, очень много звонков в пожарную часть к спасателям от людей. Квартиры позаливало в многоэтажных домах. И очень много залитых частных домов. Последствия ощущались и в течение дня, когда из-за ливней пять населенных пунктов в Ханчешском районе остались без электричества. Из-за сильного ветра, поваленных деревьев и упавших веток во многих местах линии электропередач были оборваны. Более сложная ситуация в Аргеевском районе, где больше всего сел остались без электричества – около десяти. Надеемся, что с улучшением погодных условий и прекращением дождей ситуация изменится к лучшему. Чтобы избежать возможных трагедий, гражданам рекомендуется обходить и не трогать упавшие на землю или свисающие со столбов и деревьев электрические провода. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в специализированные службы или звонить по телефону 112. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. По словам метеорологов, до понедельника местами будут идти кратковременные грозовые дожди. После нескольких подорожаний топлива, когда цена за литр бензина стала почти на 5 лев дороже, наступает первое снижение, хотя и небольшое. Всего лишь на несколько десятков банов топливо подешевело на следующий день после того, как Наре приняло новую методику расчета цен на нефтепродукты. Представители учреждения отметили, что это связано с ростом цен на топливо на международном уровне. С начала этого года биржевые котировки нефтепродуктов непрерывно росли. То, что мы наблюдаем сегодня, является отражением международных событий и обменного курса по отношению доллара к лею. Так, некоторые АЗС в пятницу установили новые цены на топливо. Бензин А95 стоит 20 леев 5 банов, что почти на 40 банов меньше, чем раньше. Дизель подешевел на 35 банов и теперь за один литр автомобилисты заплатят 16 леев 38 банов. А сжиженный газ снизил свою ценовую отметку на 40 банов. Теперь он стоит 11 леев 33 бана. Согласно принятой Наре новой методологии, в дальнейшем цены будут обновлять каждые две недели. Отметим, с декабря прошлого года стоимость нефтепродуктов менялась около 10 раз. В итоге цена выросла почти на 5 леев за литр. Вице-примар Кишинева Виктор Керонда освобожден от должности. Его отставку поддержали 28 мунсоветников. Вопрос рассматривался по инициативе генпримара Иона Чабана. Основанием для увольнения послужило заключение специальной комиссии, которая проводила служебную проверку в отношении Керонды. Выступая перед муниципальными советниками, Ион Чабан зачитал результаты служебной проверки. В документе указано, что Керонда необоснованно отсутствовал на рабочем месте две недели, а также ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и нанёс вред имиджу премырии. Гостиница «Националь» была дымовой завесой, прикрывающей бездействия и невыполнение обязанностей, которые было необходимо выполнять. Я взял на себя ответственность перед людьми. Поэтому, Виктор, уйти в отставку, не держась зубами за это кресло, было бы мужественным поступком. Как вы будете работать, если вам не доверяют? В числе народных избранников, которые поддержали инициативу генпримара, были и советники от партии Шор. Это решение во фракции объяснили тем, что у Иона Чабана было всеми признанное право самому определять команду, с которой ему работать. И партия Шор готова содействовать тем кадровым решениям, которые идут на пользу городу и его жителям. У нас нет оснований не доверять мэру. Но если мэр считает, что на пути работы мэрии есть какие-то замечания, кадры, которые не тянут, это его право изменить, потому что логика подсказывает, что если произойдут кадровые изменения, будет еще лучше. По словам Клименко, Виктор Кирондо, начав шумиху вокруг гостиницы «Националь», на самом деле продвигал свои интересы. Позиция фракции партии Шор по этому вопросу – в центре города надо навести порядок. Члены совета от фракции ПДС, партии «Платформа.да» и представители политформирования «Новая сила» покинули зал заседания перед голосованием в знак протеста, поскольку им не дали возможности задать вопросы. После долгих дебатов слово дали и самому Виктору Кирондо. «Это банальная и элементарная политическая травля. И, очевидно, это не столько борьба со мной, тем, кто осмелился выступить. Это не свара между примаром или членами совета, а борьба между теми, кто контролирует строительство в городе». Кирондо заявил, что вместе с адвокатом проанализирует процедуру своего увольнения и не исключает, что обжалует его в суде. Продолжение следует... Илон Шор потребовал отменить решение о переносе судебного заседания и провести его 7 июля, как и было назначено, так как, по его словам, действия апелляционной палаты Кагула можно истолковать как препятствование для одного из конкурентов на выборах в пользу другого. «Я хочу напомнить, что я являюсь электоральным конкурентом, председателем партии, которые участвуют в парламентских выборах. Я имею полное право наравне с другими электоральными конкурентами участвовать в предвыборной гонке. Данная ситуация является аналогией решения 2015 года, когда я был освобожден из-под домашнего ареста с целью участия в местных выборах». Илон Шор подчеркнул, что добивается отмены ареста не только для участия в предвыборной кампании, но и чтобы явиться в суд и прокуратуру для дачи показаний по делу о краже миллиарда, а также чтобы от имени акционеров начать с властями переговоры о выкупе кредитного портфеля, ликвидированных банков и возмещении ущерба. «Я требую суд Кагула вернуть дату заседания на 7 число, рассмотреть заявления моих адвокатов и законно дать мне возможность 8-го утром я готов явиться в прокуратуру для дачи показаний, после чего приступить к встречам с избирателями, которые запланированы у меня на 8-е и 9-е число». Мы попытались получить комментарий по этому вопросу в апелляционной палате Кагула. В официальном письме судья Тудор Бердилы, рассматривающий дело Илона Шора, сообщил нам, что судебное заседание назначено на 7 июля на 14.00. Адвокаты Илона Шора в беседе с нашим корреспондентом сообщили, что только что узнали об этом. «Нам сообщили, что возникла неясность, и встреча состоится 7-го числа. Мы будем настаивать на том, чтобы вопрос об отмене меры пресечения был решен». Напомним, Илон Шор неоднократно заявлял, что в случае отмены решения о его аресте, который он считает незаконным, готов явиться в прокуратуру и дать полные показания. Социалисты требуют от Генпрокуратуры завести уголовные дела в отношении Майи Санду и Игоря Гросу, которых они называют пособниками кражи миллиарда из банковской системы. Об этом сообщил кандидат в депутаты от избирательного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Он заявил, что эти господа являются просто чемпионами по схемам, кражам и грабежам. Цырдя представил протоколы и стенограммы, свидетельствующие об участии Майи Санду и Игоря Гросу в правительственных заседаниях, на которых принимались решения о выделении проблемным банком финансовых средств, выведенных впоследствии незаконно за рубеж. Гросу слово не сказал, молча поддержав все проекты. Посмотрите, пожалуйста, концовку. Вот мы видим, здесь Гросу молчит. А здесь они голосуют за все эти проекты. В том числе за это секретное постановление 938, которое было уже непосредственно кражей миллиарда. Социалист напомнил, что постановление о выделении денег вступило в силу 13 ноября 2014 года. В тот же день Европарламент ратифицировал соглашение об ассоциации с Республикой Молдова. То есть кража миллиарда и ратификация договора об ассоциации произошли в один день. Случайность? Это, может быть, цена была, которую заплатили вам за это соглашение? Не знаем. Богдан Цирди сообщил о поданном в Генеральную прокуратуру заявлении с требованием завести уголовные дела, в том числе на участников и пособников кражи миллиарда, министров, заместителей министров, губернаторов Нацбанка и других. Без этих граждан кража была бы невозможной. Без них миллиард бы по сей день был бы у Молдовы, а не в западных офшорах. Эти господа действительно являются просто чемпионами по схемам, кражам, грабежам. Пресс-служба Майя Санду не ответила на наш звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Игорь Гроссу сообщил, что в настоящее время занят и тоже не может ответить. Генеральная прокуратура подтвердила для нашего телеканала, что заявление Богдана Цирди поступило и будет изучено. Ранее бывший премьер-министр Юрий Лянко утверждал, что его правительство было вынуждено предоставить государственные гарантии, чтобы спасти банки от банкротства. Лидер избирательного блока Рината Усат якобы был готов распустить команду своего политформирования и зарегистрироваться для участия в досрочных парламентских выборах в качестве независимого кандидата. Об этом рассказал председатель партии ПАЧИ Георгий Кавкалюк, представивший также некоторые материалы, которые, по его мнению, подтверждают, что Усатый создал собственную шпионскую сеть. По словам Кавкалюка, Рината Усатова предают члены его команды. В передаче одного из частных телеканалов лидер ПАЧИ обнародовал аудиозапись, на которой мужчина, голосом напоминающим Рината Усатова, жалуется, что вся ответственность за предвыборную кампанию лежит на нем. Я реально устал вас постоянно просить что-то писать в социальных сетях. Может быть, вы мне дадите возможность, добавьте мне в группу, и я с районными активистами буду напрямую общаться сам и их просить сам, если вам некогда. Потому что у меня есть полное ощущение того, что вы меня просто все морозите после каждой нашей встречи, и вы не передаете дальше то, что нужно людям делать. Лидер ПАЧИ утверждает, что возмущение Усатого вызвано результатами последних соцопросов, согласно которым его политформирование не набирает достаточного количества голосов, чтобы пройти в парламент. Может быть, я пойду в это самое, пока мне законодательство позволяет я зарегистрируюсь независимым кандидатом депутата. Не понимаю смысл блока. В этой же телепередаче Георгий Кавкалюк представил новые материалы, якобы подтверждающие, что Рината Усатый создал собственную шпионскую сеть после того, как был обнародован отчет, в котором фигурировал бывший премьер-министр Влад Филат. Один из отчетов датирован 1 сентября 2020 года. Он вызывает обоснованные подозрения в том, что эта незаконная структура Усатого вела слежку за Владом Филатом. Позднее, во время пресс-конференции, Рината Усатый заявил, что предпринимаются попытки манипулирования общественным мнением в связи с предвыборной кампанией. Все гадости, которые были сделаны и еще возникнут на следующей неделе, имеют одну цель. Эти люди занимаются предвыборной кампанией не для того, чтобы попасть в будущий парламент. Они занимаются кампанией, чтобы стать торпедами Игоря Дадона. Лидер партии социалистов Игорь Дадона, также пресс-служба его политформирования не ответили на наши звонки для комментария. Партия Пачо указана в первой строке в избирательном бюллетене в досрочных парламентских выборах. Избирательный блок Рината Усатый фигурирует в бюллетене под третьим номером. Молдова может получить еще одну партию российской вакцины против коронавируса. Об этом рассказал председатель ПСРМ Игорь Дадон в эфире своего видеоблога. По его словам, власти России в ближайшее время могут подписать соглашение о продаже Молдове 700 тысяч доз препарата «Спутник Ви». По словам экс-президента, подтверждение он получил из российской столицы. Я получил подтверждение из Москвы, что соглашение о 700 тысячах доз будет подписано в самое ближайшее время. Доставят партиями в ближайшие недели или месяцы. Очень надеюсь, что на следующей неделе новая партия вакцины «Спутник Ви» поступит в Кишинев. Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты заявляли о том, что Молдова ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник Ви». Мы обратились в ведомство, чтобы прояснить ситуацию, однако ни пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат, ни госсекретарь Игорь Куров не ответили на наши звонки. Напомним, российский препарат от коронавируса «Спутник Ви», до сих пор не одобренный Всемирной организацией здравоохранения, стал самым востребованным во время марафона иммунизации, который прошел в конце прошлой недели в столице, во дворце республики. По данным местных властей, 4000 граждан привились «Спутником». Ранее власти России решили выделить Молдове в качестве гуманитарной помощи 182 тысячи доз вакцины. Из этого объема в республику поступило 172 тысячи доз. Сегодня исполняется 517 лет со дня смерти Штефана Челмария. По этому случаю глава государства, спикер парламента и другие политики возложили цветы к памятнику великому правителю, призвав подрастающее поколение изучить его жизнь и дела. Несколько мероприятий проходят и в монастыре Путно, где находится могила господаря. Президент Майосанду почтила память государя Штефана Челмари вместе с несколькими своими советниками. Администрация президента не анонсировала события заранее, а глава государства не делала заявлений для СМИ. Депутаты от партии Шор вместе с представителями платформы «За Молдову» выразили свое уважение, почтение и благодарность правителю, который боролся за процветание Молдовы в период между 1457 и 1504 годами. Политическая партия Шор гордится таким правителем, и я думаю, что мы продолжим его дело. Затем к памятнику Штефана Челмари в столице прибыла спикер парламента Зинаида Гречаной. Ее сопровождали депутаты-социалисты и лидер ПСРМ, действующий министр обороны Виктор Гайчук, а также заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь. Руководство парламента не делало заявлений для прессы, а Игорь Дадон отметил, что мы обязаны сохранить наследство, оставленное великим правителем, и передать его будущим поколениям. Если бы Штефан был жив и проснулся, он бы удивился тому, что происходит в нашей стране, которая находится под внешним контролем. Штефану Челмари с мечом в руках удалось сохранить Молдову, а не отдать ее иностранцам. Памятные мероприятия проходят и в монастыре Пудна, где находится могила правителя. Штефан Челмари был одинаково успешным дипломатом и военачальником. Считается одной из наиболее выдающихся фигур в истории Молдовы. За время своего правления провел более 40 войн и сражений. Самым крупным военным успехом стала сокрушительная победа в битве при Васлуя в 1475 году против могущественной османской армии. Штефан Челмари построил 44 храма, которые стали частью мирового культурного наследия. Скончался господарь 2 июля 1504 года и похоронен в построенном им самим монастыре Пудна. Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате мощного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии в полдень, в пятницу, 2 июля. Местных жителей попросили покинуть район происшествия, так как существует опасность нового взрыва. Экологи соседней страны заявили, что густой дым может нести за собой серьезные последствия. А представители Государственной гидрометеорологической службы Молдовы говорят, что поводов для беспокойства нет. Этот дым не дойдет до нашей территории, потому что на него будет влиять северо-западный ветер. Соответственно, облако переместится больше в сторону Черного моря. Скорость ветра небольшая – 5-6 метров в секунду. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Петромидия в румынском городе Новодаре. В последствии столб дыма поднялся так высоко, что его могли наблюдать туристы, отдыхающие на пляже. На место взрыва прибыли десятки пожарных и бригад скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Румынские власти предупреждают, что опасность взрыва сохраняется. По словам примара города Тараклея Вячеслава Лупова, его не пригласили на организованную в городе в пятницу 2 июля встречу с президентом страны. Примар пояснил, что она состоялась по инициативе председателя районного совета. Однако непонятно, почему от дискуссии был отстранен глава городской администрации. Вячеслав Лупов рассказал, что встреча Майи Санду с председателем районного совета, в которой приняли участие примары нескольких населенных пунктов, прошла в Тараклейском университете. Он отметил, что это его удивило, так как о визите главы государства в Тараклею он узнал случайно. А список участников составлял председатель района. Также Лупов обратил внимание, что не были приглашены примары от партии ШОР. В свою очередь, председатель районного совета отрицает сказанное Луповым. Позднее Майя Санду отправилась в Гагаузию, где ее приветствовала башкан Ирина Влах и сообщила президенту, что о ее прибытии узнала из СМИ. Я, к сожалению, не смогу остаться на этой встрече, потому что узнала об этой встрече абсолютно недавно, нечаянно через СМИ и от наших примаров. После этого Санду прошла для беседы с примарами в помещение, куда журналистам, по-видимому, вход был закрыт. Вам сказали, сообщили, после встречи с вами общаться будут на улице. Пресс-секретарь администрации президента Сарина Штифырца, отвечая нашему телеканалу, заявила, что доступ на дискуссии был открыт для всех, в том числе и для граждан, которые не были включены в список. Штифырца добавила, что во время встреч обсуждалась ситуация в стране и региональные проблемы. Сотрудник батальона специального назначения «Фулджер» прошлой ночью остался без оружия, после того, как у него украли сумку. Преступник отправился с ворованным к своим приятелям и там произвел несколько выстрелов. Опасное времяпрепровождения длилось недолго, потому что вскоре мужчину задержали. Вору грозит до пяти лет тюрьмы. По данным полиции, инцидент произошел вечером 1 июля во дворе одного из многоквартирных домов в столичном секторе Чиканы. Сотрудник «Фулджер» сидел на скамейке и беседовал со своими знакомыми. В какой-то момент он обнаружил, что у него пропала сумка, в которой был пистолет и удостоверение личности. Правоохранительные органы заявляют, что оружием спецназовец владел на законных основаниях, но вне рабочего времени. 28-летний мужчина, который украл сумку, ранее был осужден и состоит на учете как наркоман. Он отправился к друзьям, ожидающим его во дворе дома, и, будучи навеселе, выстрелил три раза в воздух. Никто не пострадал. После того, как сотрудник «Фулджер» обнаружил пропажу, он сообщил об этом в полицию. Вскоре преступника задержали на 72 часа. Он обвиняется в краже и хулиганстве и признал свою вину. В Аргееве в самом разгаре ремонт дворов жилых многоэтажек. После двух недель масштабных работ в эксплуатацию сдали еще два – на улицах Василия Лупу и Унирий. Этим летом местные власти намерены отремонтировать 12 общих дворов 25 домов. Бюджет проекта превышает 12 миллионов леев. Жильцы рассказали нам, что десятилетиями ждали этого. Теперь у них есть повод для радости. Теперь в обновленных дворах чисто, красиво и светло. Кроме асфальтированной дороги, новых бордюров и скамеек установили детскую игровую площадку. Появились и новые парковочные места. Также установили стойки для ковров и белья. Местные жители довольны ремонтом и говорят, что чувствуют заботу местных властей. Хорошо, дороги не было, стоянки для машин не было. Теперь у нас есть дорога и парковка, и мы очень довольны. Есть где оставить машины. Было много изменений, и у нас достаточно парковок. Очень хорошо. Ещё есть над чем поработать, но я уверен, что сделают и будет хорошо. Не надо ходить далеко в парк. Можно перейти дорогой, пожалуйста. Ребёнок с самого вечера, с самого утра и до вечера можно будет ходить. А юные жители говорят, что очень рады новой детской площадке. Я думаю, лучше приходить сюда, чем сидеть дома в телефоне. Нам нравится, что теперь есть место, где мы можем поиграть, и нам не нужно ходить куда-то далеко. Это хорошо. Этим летом администрация муниципи Аргеев планирует модернизировать не менее 12 общих дворов для 25 жилых домов. Конечно, мы обустроили десятки дворов, заасфальтировали десятки дорог. По очереди мы сделаем всё. Важно, чтобы люди набрались терпения и знали, что мы доберёмся и до их домов. В свою очередь районные власти уверены, что передовой опыт муниципи Аргеев распространится по всему району. Отметим, что все инфраструктурные проекты в Аргееве реализуются на государственные деньги, потому что городской бюджет увеличился в 4 раза за последние годы. С 16 миллионов леев до 60 миллионов леев. Мы будем стремиться к тому, чтобы сёла Аргеевского района последовали нашему примеру. Проект по модернизации дворов в Аргееве стартовал в 2016 году. С тех пор их отремонтировано более 50. Партия действий «Солидарность» пытается использовать людей для продвижения своей деструктивной программы. Это реакция председателя Аргеевского района на действия группы жителей села Вышкауц, заблокировавших строительство дороги, соединяющей населённый пункт с главной трассой, которую недавно капитально отремонтировали. К сожалению, политические и предвыборные причины преобладают над интересами общества, сказал Дину Цуркану. Сегодня группа жителей под руководством представителей местной организации ПДС заблокировала строительную площадку, так как они хотят, чтобы была построена другая дорога вместо той, что решили сделать районные власти. По словам председателя Аргеевского района, участок дороги, которую решил построить районный совет Аргеева, стоит 9,3 миллиона леев, а та, за которую выступают протестующие, 36 миллионов. Дину Цуркану также заявил, что тем, кто провоцирует людей, а также тем, кто позволяет себя провоцировать, следует осознать, что когда они хотят получить всё, рискуют остаться ни с чем. При службе ПДС комментировать ситуацию отказались. Развитие внутреннего туризма и возрождение сёл в Молдове – таков девиз историка Иона Штифаницы, который организовывает походы по живописным берегам Днестра и экскурсии к центру земли, прямо как в романе Жюля Верна. Он купил в Маловато-Нову старый дом, в котором не жили около трёх десятилетий, отремонтировал и декорировал старинными предметами, подаренными сельчанами. Теперь Ион Штифаницы – основатель единственного музея в регионе. Ион Штифаницы – директор агентства по инспекции и реставрации памятников. Многие годы он ездит по Молдове. За это время побывал в более чем 1300 населённых пунктах и, с сожалению, говорит, что сёла страны постепенно становятся безлюдными. Вот и пришла в голову идея организовывать спешие походы по сосновому лесу на берегу Днестра и экскурсии к карьерам в Маловато-Новуэ. Сейчас мы спустимся под плато Маловато-Новуэ, входим в карьер и открываем окна, чтобы почувствовать, что из 30 градусов попали в 8. Подземные галереи похожи на криковские. Никто не знает их точную протяжённость. По словам местных жителей, это могут быть сотни километров. Ион Штифаницы считает, что у этого места огромный туристический потенциал, поэтому и купил здесь старый дом, превратив его в музей. И решил, что в этом доме будет крестьянский музей в Маловато-Новуэ под открытым небом для всех, кто хотел бы проникнуться жизнью крестьянина, почувствовать скромность быта и богатство души. Дом удалось отремонтировать всего за год. Это не потребовало больших затрат, потому что в работах использовали песок и глину, традиционные строительные материалы молдавских крестьян. Затем музей заполнился старинными предметами и детскими воспоминаниями. Крестьянский дом всегда имел три основных помещения. В сене, жилую комнату и гостиную Касамаре. Этой комнате отводилась особая роль. В Касамаре отмечали все праздники. Пасху, Рождество. Здесь начиналась свадебная церемония, когда девушек выдавали замуж. Здесь хранились самые ценные вещи, которые только были в семье. Этот ковер подарили, вот этот тоже. Икона была здесь, в доме. Шкаф тоже подарили. А в этом костюме я пошел в первый класс. Он мне очень дорог. Необычным является то, что в музее экспонаты можно трогать руками, можно спать на лежанке, можно пить свежезаваренный ромашковый чай, который сушится здесь прямо на подоконнике. А еще можно попробовать все съедобное, что найдется в саду. Ну, а если душа пожелает, можно и на ночь остаться. В Крестьянском музее можно попробовать все фрукты, которые растут в нашем райском саду. Черешню, вишню, абрикосы. Официальное открытие музея в Маловате-Ноо состоится 28 августа. В подвале и на холодном полу. В таких условиях в Тараклее раньше приходилось заниматься корейским боевым искусством детям. Но все изменилось после вмешательства примара Вячеслава Лупова. Примария представила новые помещения и оборудование, а будущие чемпионы наконец-то тренируются в комфортных условиях. Родители говорят, что теперь не волнуются за своих спортсменов, которым остается думать только лишь о наградах. Юные чемпионы Евразии и трехкратные чемпионы Молдовы по тэквондо рассказывают, что долгое время были вынуждены тренироваться в подвале, на холодной плитке. Теперь у них есть комфортные условия для занятий любимым видом спорта. Раз, два, три. Мы сначала тренировались в другом зале, в молитвенном доме. Там у нас было подвальное помещение с плиткой. Был один минус в том, что на плитку для детей не полезно, потому что могут себя травмировать легко. Мне здесь нравится кондиционер и маты. Ну, мне нравится. Новый зал находится на территории стадиона. Здесь поменяли крышу, покрасили стены и установили кондиционер. Помещение застелили специальными мягкими матами, на которых дети смогут заниматься, не рискуя получить травмы. Родители юных спортсменов рады изменениям. Они говорят, что тоже будут участвовать в развитии спортзала. Конечно, мы тоже будем стараться всячески поддерживать это, развивать это, помогать тренеру для того, чтобы наше общее правильное дело, оно шло вперед, чтобы наши дети добивались хороших результатов. Нам понравилось вообще в целом и оборудование, и зал новый. И хорошо, что сделали на стадионе. Обладатель черного пояса по тэквондо и по совместительству тренер в Тараклии рассказал, что занимается с ребятами уже пять лет. Он признается, что долгое время были трудности в поиске нормального зала для тренировок. Однако после обращения к новоизбранному примару ситуация изменилась. Мы всегда имеем такую просьбу к власти, чтобы дали нам зал. Такой зал, который вы видите сегодня, это только была мечта моя. Я всегда мечтал о таком зале. Ежедневно в этом зале тренируются около 30 детей. Все занятия бесплатные. А записаться в секцию может любой желающий в возрасте от 7 до 25 лет. Полтора года назад районный совет Тараклии передал стадион в пользование примарии. Вместе с ним и помещение для спортивного зала. Мы смогли на этот год в бюджете запланировать более миллиона лей. Для того, чтобы взять сюда сотрудников, которые смогут работать, тренировок. Мы его привели в порядок и, конечно же, дали спортсменам, чтобы они занимались. Помимо спортзала, примария Тараклии обустроила и находящийся поблизости стадион, где любой желающий сможет поиграть в футбол. Также рядом были установлены уличные тренажеры и турники для спортивных занятий. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале. Также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Далее прогноз погоды на субботу. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В Кишиневе 3 июля температура воздуха поднимется до 25 градусов. В Бричанах 23 выше нуля. В Бельцах плюс 24. Пройдут грозовые дожди. В Сороках 26 градусов тепла. Во Флорештах 24 выше нуля. В Леушенах плюс 25. Ожидается гроза. В Аргееве и Унгенах 25 градусов тепла. В Дубосарах 26 выше нуля. Грозовые дожди. В Террасполе плюс 26. В Камраде и Кагуле будет 25 выше нуля. Ожидаются грозы. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте плюс 26 и гроза. В Киеве 27 градусов тепла. Без осадков. В Москве 24 выше нуля. Пройдут грозовые дожди. В Лондоне плюс 22 и дожди. В Мадриде 34 выше нуля. В Париже дождь и 23 градуса тепла. В Риме и Афинах 32 градуса тепла. В столице Греции гроза. В Берлине дождь и 22 выше нуля. В Берлине дождь и 23 градуса тепла.